Музыка Музыка Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь находится в живописном месте на берегу реки Аки в городе Ступино. По преданию, здесь когда-то поднимался в небеса сосновый бор. В лесу люди обнаружили песок необычного белого цвета, который стали активно использовать в хозяйстве. Это место так и стали называть белые пески. Сейчас песка светлого оттенка здесь уже нет, а название так и осталось. Монастырь имеет богатую историю. Он был основан в конце XIV века, еще во времена татар-монгольского ига. По реке Аке проходил рубеж русской земли. И преподобный Сергий Радонежский благословил на границе княжеств возвести военную крепость. За Акой начиналось же княжество Рязанское, Заринтульское, Новгород-Северское, Черниговское. И вот так вот дальше на юг, это вот правее, так вот за Акой, а левее было дикое поле. Это совершенно не обжитые места такого степного плана, которые своими просторами на десятки километров уходили Орданские степи. Ордынцы, будучи народом кочевым, там в степях перемещались и подходили сюда к Оке. А здесь была переправа, мелководье. И по дороге, которая прямая была до Москвы, самая короткая, кстати, дорога с юга на Москву проходила именно здесь. И они по этой дороге доходили до Москвы. И мы знаем, Москву разоряли и сжигали. Дмитрий Иванович Донского такое дело очень сильно беспокоило. Его воины построили здесь крепость. Дорогу как раз вот эту вот прямую, да, и переправу эту закрыли. И плюс еще к этому Дмитрий Иванович в лесах, которые здесь вот проходили по этому берегу, устроил так называемые засечные черты. Систему вот этих засечных черт, они образовали так называемую оборонную систему берег. Она вошла в военную историю под таким названием. 1380 год, конец лета. Войска под предводительством святого благоверного князя Дмитрия Донского выдвигаются на Куликово поле для решающей битвы с полчищами золто-ордынского хана Мамая. С русскими два инока-богатыря, пересветы Остлябя и благословения преподобного Сергия. Идут по трем дорогам. Одна из них пролегает через Белопесоцкую крепость. Войска останавливаются в тихом месте на ночлег, а князь дает обед. В случае победы построят здесь храм. 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в кровопролитной битве святой Дмитрий Донской одерживает победу. Он строит в военной крепости обетную церковь. Через некоторое время воздвигается еще один храм в честь святителя Николая Чудотворца, сохранившейся и сегодня. Батюшка Сергий, придя сюда, он увидел, что здесь воины живут благочестиво, и говорит, быть здесь монастырю, и крест воздвиг. И вот буквально там прошло 70-80 лет, и монастырь в самом деле здесь возник. В монастырь военной крепости была преобразована в конце 15 века, когда великий князь Московский Иоанн III окончательно свергнул ордынскую зависимость. Объединяя русские земли вокруг Москвы, в Новгородском Хутенском монастыре великий князь познакомился с иноком Владимиром. Этот инок Владимир до монашеского пострига носил имя Василий и был одним из воевод у новгородского князя войски. Ну, видимо, как из полнота времен, как говорят, отдавайте кесарю и кесарю, а Божье Богу. И вот он пришел в монастырь, принял постриг, стал Владимиром и уже несколько лет подвязался там. Великий князь Иоанн III, познакомившись с ним, видимо, оценил качество этого человека, и он ему делает предложение. Говорит, приходи ко мне в Москву, я у себя на юге собираюсь новый монастырь открывать. Преподобный Владимир предложение принял. Он стал первым игуменом Свято-Троицкого Белопесоцкого мужского монастыря. Используя свой немалый личный опыт и знания, занимался строительством мощной крепости и устроением монашеской жизни в обители. К преподобному присоединялись подвижники, искатели святого безмолвия, а вокруг богатевшего монастыря селились крестьяне, которые искали у братьев духовную и хозяйственную поддержку. Вместе молились, когда надо вместе воевали. Надо отметить, что за всю многовековую историю неприятельских нападок приходилось много. После татар в смутное время обители пытались взять поляки. В 1812 году покушались французы. В 1941 – немцы. Всего в пяти километрах от монастыря генерал-полковник Павел Белов остановил танки Гудериана. В фундаменте до сих пор сохранились доты. Но ни разу враг не смог захватить монастырь-крепость. Боевые заслуги были очень большие, поэтому абсолютно все государи отдавали должное заслугам воинов и монахов, которые здесь подвязались, вот именно по защите Москвы. И монастырь наш никогда не оплавался какими-то большими налогами. Нашему монастырю было предписано один раз в год к царскому столу доставлять бочку меда. Но не только боевые заслуги привлекали людей в монастырь. Духовную опору в годы искушений искали у монахов-старцев. Исцеление и помощь вымаливали перед святынями. В обители хранились посох преподобного Сергия Радонежского и чудотворная икона святого пророка Иоанна Предтечи. А в 1871 году явило чудо одна из специально написанных для монастыря икон, утолимая о печали. У нас здесь неподалеку находится такой городок Малино, в котором как раз в этом году возник очень-очень серьезный очаг холера. Их было этих очагов несколько в Подмосковье. Вот очень серьезный был там. И как с ним не пытались бороться, ничего не получалось. Ни медицинские миры, ни ограничительные результаты они давали. И вот тогда монахи, которые здесь подвязались, и служил здесь в те времена такой батюшка Василий Булгаков, он предложил первый, давайте теперь мы, и пойдем крестным ходом туда, в Малино. И вот взяли эту икону и пошли туда. И во всех селах, деревнях, которые по пути проходили, останавливали, служили молебны, шли дальше, дошли до Малино, остановились, отслужили молебен с этой иконой, взяли ее и пошли вокруг. Куда, что подевалось, с того же дня перестали в Малино умирать люди, и холера отошла абсолютно в короткие сроки совершенно. После случая в селе Малино тысячи богомольцев стали прибегать к чудотворному образу, молитвенно прося покрова и заступничества. В знак благодарности образ Богородицы украшали драгоценными окладами. С иконой по округе ежегодно совершали крестные ходы. Монастырь переживал лучшие времена. К началу 20 века в обители проживали 50 человек-братьей. Своеобразным пророчеством грядущих испытаний стало сильное наводнение в апреле 1908 года. Разлив реки Аки затопил всю округу, крестьянские дома. Вода в двух монастырских храмах поднялась выше престолов. Пострадали утрачены были многие ценности. В 1920 году добрались до обители воинственные безбожники. Монахов расстреляли прямо у входа. Местные жители похоронили в братской могиле. На этом месте сейчас установлен крест. Вандалы громили все, что попадалось под руку. Разрушали и оскверняли святыни. На улице разожгли костры, в которых горели иконы и книги. Верующие люди чудом, загружая на подводы и прикрывая соломой, спасли часть церковного имущества. В том числе главную святыню монастыря, древнюю чудотворную икону Богородицы «Утолимая печали». На долгие 70 лет святой образ нашел себе приют в соседнем храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Среднее. Эта церковь никогда не закрывалась, и богослужения в ней не прекращались. Сразу после закрытия монастыря сначала здесь был пионерлагерь. Потом на следующий год уже пионерлагеря не было, а привезли сюда заключенных, которые строили железнодорожный мост через Аку. В соборе прямо они жили. Для того, чтобы можно было обогреться в холодное время, они прямо в нем зажигали костер прямо в соборе. Закоптили всю роспись, которая там была. В этой копите она вся уничтожена. В Иоанновском храме там был стекольный цех. В Сергиевском храме там люди проживали. Потом впоследствии в Троицком соборе был клуб. Новейшая история монастыря началась в 1988 году. Группа людей-реставраторов, в том числе и семьи с малыми детьми, приехала восстанавливать частицу отечественной культуры и истории. В течение пяти лет они смогли отреставрировать большую часть зданий обители. 18 июля 1992 года в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Сергиевском храме Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря состоялось первое богослужение. Первые насельницы прибыли из города Коломны. Монастырь теперь стал женским. Все были молодые, самый старший было 25 лет. И кто-то придет, продукты принесет, кто-то придет, что-то сделает, кто-то стекло вставит, кто-то кирпич где-то заправит, доску какую-то прибьет. Вот так потихонечку-потихонечку стали им помогать. Потом через где-то годик, через полтора к ним сюда припула девочка, 14-летняя, из очень обеспеченной московской семьи. Сказала, что никакие мне блага московские не нужны, хочу быть монахиней. Вот у нас здесь была такая инокиня Аполлинария. Ходила в школу и здесь подвязалась, потом приняла постриг. В 2007 году на должность настоятельницы была назначена монахиня Агния Сударикова, насельница владычного монастыря города Серпуха. Росла в верующей семье в подмосковном городе Чехов. Однако в храм ходила нечасто, серьезно занималась музыкой и мечтала стать композитором. Уже во время учебы в музыкальном училище осознанно пришла в храм, да и так и осталась. Решила полностью посвятить свою жизнь Богу. Конечно, как и все подрастающие девушки, думали о семье, о любимом человеке. Это все естественно. Но все получилось иначе. Я думаю, что это просто подсказывало сердце. Когда человек приходит в храм, воцерковляется, у него уже все очень обострено. И молитва, и ощущение поста, и ощущение даже Бога. И душа горит в этот момент. Я думаю, что это сыграло такую важную роль. Сегодня в обители 10 сестер. Одна из самых старших – схемонахиня Руфина. Ей 86 лет. Жила в городе Физика в Дубне. Муж, сын, работала инженером-конструктором в авиации. Рассказывает, что от религии была далека. Только однажды в детстве запомнила произнесенную ночью родной тете и молитву «Отче наш» и всю жизнь ее помнила. Когда в Дубне в середине 90-х открылся храм, стала в него ходить. Сначала по выходным и праздникам, а после смерти мужа ушла в монастырь. Шесть лет назад приняла высшую степень монашества, великую схему, когда у человека не остается никаких дел, кроме молитвы. Не надо ждать, чтобы кто-то тебя там привел или заставлял. Это никто не любит. Поэтому возьмитесь сами, заинтересуйтесь, что же такое Вселенная, что такое мир и наша Земля. А главное, что такое человек и его предназначение. Познакомившись с трудами святых отцов, заинтересоваться, ну что же такое Евангелие. Это просвещение выше всяких наук. Монахине Анисии тоже 86 лет. И так же к Вере шла очень долго. Работа, семья. Однако она всегда помнила, что ее родные безвинно пострадали в годы репрессий, отсидев сроки в лагерях. А ее дядя, епископ Макарий Реутов, являлся настоятелем Афонского подворья в Санкт-Петербурге. Был гоним, арестован, в 1937 году расстрелян. Глубокое почитание родственников и привело монахиню Анисию в монастырь. Я сейчас поминаю около 200 человек мучеников-священников. Вот они у меня все в помяннике. Поминаю их. Эти люди пострадали не за себя. Значит, их надо помянуть, значит, о них надо помнить. Мы идем сюда не за тем только полюбоваться, что вот как здесь красиво все сделано, но и поклониться им. Вот понимаете, вот это вот тоже очень важный для нас вопрос. Сегодня в монастыре действуют четыре храма. Собор Святой Троицы, храм преподобного Сергия Радонежского, святителя Николая Чудотворца, пророка Иоанна Претеча. Под спудом на территории обители покоятся мощи преподобного Владимира Белописовского, основателя монастыря. Собрано множество святынь, благоговейно почитаемых верующими. Крест Господень, мощи преподобных оптинских старцев, икона святителя Спиридона Тремифунского с частицами мощей. А эти иконы, расположенные в упоясывающей храм галереи, одновременно несколько раз обильно мироточили в дни трагических событий на Украине. В 2012 году домой в обитель вернулась старинная чудотворная икона, утолимая о печали. Ежедневно перед ней совершаются молебны с Акафистом. Случаев чудесных знамений и помощи Бога и его святых в Белописовском монастыре множество. По слушанию у меня было в огороде. Работа очень сложная, трудная. Утром я всегда начинала с молитвы Николаю Угоднику. И я к нему обращалась всегда. А здесь настолько мне было трудно, что я вечером в 11 часу уже возвращаюсь с огорода и вот так поворачиваюсь к храму на улице и говорю, Николай Угодник, ну что ж ты мне не помогаешь, так как мне трудно. И я слышу голос, а ты просишь? А я действительно не просила. Я перестала молиться, мне некогда стало молиться. На следующее утро я вижу здесь, копает Николай наш, прихожанин, и с ним 7 человек. И они вскопали вот это разуме, не чудо. Сестры монастыря ведут свое хозяйство, ухаживают за фруктовым садом, огородом, собирают целебные травы, работает воскресная школа, монахини посещают приюты, реабилитационный центр. Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь в Ступино, как и в старые времена, имеет стратегическое значение. Могучие стены крепости, возведенные еще несколько столетий назад, сегодня не несут оборонительную функцию. Зато внутри них ведется самая настоящая война. Невидимая битва за спасение душ человеческих и за любовь. Где-то потерпеть, где-то сказать доброе слово. На этом основана наша жизнь, на мелочах. А если есть любовь, то все остальное приложится. Крестом распятием прекрасным Господь наш Троицкий собор почтил. Из всех дарованных нам от Него чудес и благодати здесь описать не хватит наших сил. Но подходя к Нему, так хочется не просто поклониться, А в покаянии к ногам Христа припасть. Как бы живой воды напиться, забыть невзгоды все и всякую напасть. Обняв, ловзайв на них раны гвоздяные, Носить в себе их, чтобы прелесть всю мирскую попирать. И как евангельская Мария, А мы слезами, теплом души и сердце оттирать.